Паркостроение Дело в том, что в Ейске как-то не принято обращаться к специалистам паркостроения И, к сожалению, на примере того, как был благоустроен парк Никольского Где основные решения принимались людьми, наделенными властью Но при всем уважении с уровнем компетенции на бывательском городе А роль архитектуры сводилась к визуальному изображению этих великих идей Хотелось бы избежать подобной практики в парке подобного Хотя я слышал, что очень известный в городе человек Который в парке не ходит и не знает, зачем они нужны Уже активно принимал участие в разработке того эскиза, который представлена администрация Я бы, честно говоря, постерегся от активного участия подобных специалистов Дело в том, что цели и задачи у людей с таким участием иногда расходятся с чаяниями гаража Дело в том, что обустройство парков вещь довольно сложная, как я сказал, и специфическая Которая даже потребовала выделения из архитектурной среды такой специальности отдельной, как ландшафтный архитектор Даже любому специалисту в архитектуре, если он раньше не был связан с парками Потребуется некоторое время для того, чтобы вникнуть в детали этой специфики Хорошо бы еще поучаствовать в различных семинарах, вебинарах, на форумах поездить туда Пообщаться со специалистами на эту тему Но насколько я понимаю, что наши городские специалисты в силу пандемии, в силу занятости Такой возможностью и таким временем не располагали Вот в связи с чем хочу обратиться к руководству города и района С пожеланием, чтобы пригласить в город настоящего специалиста в ландшафтной архитектуре И в этом отношении к нашему городу довольно-таки повезло Дело в том, что в Краснодаре проживает специалист высочайшего класса Это Александр Водяник Дело в том, что он обладает большим опытом работы в области паркостроения Еще и с советских времен И на сегодняшний день является специалистом КБ Стрелка, экспертом в этом бюро Также он занимается созданием зеленого каркаса в городе Краснодар Так что хорошо быть перед тем, как заниматься парком Прилосить его в Ейск Встретить, накормить, может даже напоить Но это я шучу Пообщаться на тему, как бы сделать парк подобного изюминкой России Не меньше Я, например, знаю некоторых товарищей, у которых есть виртуальный контакт И было некоторое общение виртуальное с этим специалистом Я думаю, что этот товарищ поможет администрации наладить контакт Ну а следующая серия будет посвящена зонированию в полифункциональных парках А парк подобного у нас как раз и является полифункциональным Так что ожидайте следующей серии Какой вывод нужно сделать из третьей серии? Общественное участие хорошо, но со специалистом лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!